Как сделать бесконечный стрим или же вечный стрим? Сегодня поговорим об этом. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель академии видеомаркетинга. И в этом ролике мы с вами разберем такой вопрос, как создать или как сделать вечный стрим или бесконечный стрим. Я вам покажу, каким образом это делается, но прежде чем мы начнем, обязательно рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски об эффективном использовании алгоритмов YouTube, о том, как раскручивать канал, о востребованной профессии YouTube-маркетолог. И, конечно же, прямо сейчас забирайте мой отчет «ТОП-5 способов заработать 100 000» на YouTube, вы его видите в правом верхнем углу. Ну, а мы с вами продолжаем. Значит, что такое вечный стрим, бесконечный стрим, для чего его вообще стоит создавать и стоит ли? Ну, смотрите, это такого рода искусственно созданная прямая трансляция, которая проводится на вашем канале, и она может длиться полчаса, а может длиться три часа. Для чего вообще используют блогеры, ютуберы, и как можно для бизнеса использовать вот эти вечные стримы и бесконечные стримы? Ну, я вижу как минимум два момента, для чего можно использовать вечные стримы. Первый момент – это если у вас еще нет тысячи подписчиков и четырех тысяч часов просмотров на канале, то вечный стрим, бесконечный стрим достаточно быстро поможет вам набрать тысячу подписчиков и четыре тысячи часов просмотров, чтобы подключить монетизацию. Что касается в плане бизнеса, то вечный стрим или бесконечный стрим может быть использован в качестве… ну, вы можете, например, записать видеоролик, приглашение на ваше какое-то бесплатное мероприятие, вебинар, семинар и что-то еще. И поставить это коротенькое видео в вечный стрим, и, соответственно, люди, которым будет выдаваться это видео в рекомендациях, на главной странице, или они зайдут на ваш канал, они увидят, что у вас идет прямая трансляция, или в поиске они будут искать что-то по вашей тематике, они увидят, что у вас идет прямой эфир и с большой вероятностью зайдут посмотреть. То есть вы получаете новую аудиторию. Если коротко, то работает это так. Как же создать вечный бесконечный стрим? Для этого лично я использую программку OBS. То есть вот такая программа OBS Studio. То есть мы ее включаем, открываем. Что мы здесь делаем? В одном из прошлых роликов я показывала по настройкам, как настроить. Сегодня просто создаем с вами вечный стрим. Для этого вот здесь есть сцены. Мы с вами нажимаем плюс и создаем новую сцену. Нажимаем ее, например, стрим. Нажимаем ОК. У нас появляется такой темный экран. И вот здесь, где источники, мы также нажимаем плюс и выбираем с вами источник медиа. Мы можем также его назвать как угодно. Например, стрим 1. Стрим 1. Вот и так ОК нажимаем. Далее. Здесь вот нам выплывает такое окошечко. Нам нужно поставить галочку на повтор и убрать галочку «Ничего не использовать, когда воспроизведение заканчивается». После этого нажимаем обзор и выбираем тот самый наш ролик коротенький, который вы до этого записали, с приглашением на вебинар или смотря, что конкретно вы будете стримить. Я сейчас тоже найду у себя какое-нибудь подобное коротенькое видео. Например, возьмем вот это и нажимаю «Открыть». Все. Ролик тут подгрузится. Я сейчас нажимаю ОК. И мое видео запустилось и оно теперь будет проигрываться постоянно. Если у вас в таком формате, то вы можете нажать правой клавишей мыши, здесь мы находим «Трансформировать» и «Подогнать по размеру экрана». Вот таким образом. То есть уже, грубо говоря, пошел вечный стрим, но это еще не все. Чтобы он пошел на нашем YouTube-канале, нам необходимо, естественно, на YouTube, в творческой студии мы с вами создаем, заходим в другие функции и «Начать эфир». Вы меняете название. То есть, например, я здесь делаю тест 1. Здесь мы можем запланировать нашу трансляцию, смотря когда у вас будет, там сегодня и в какое время выбираете. здесь мы с вами можем выбрать доступ, например, по ссылке. И самое важное, что нам нужно, скопировать вот это название «Ключ трансляции». Перейти в нашу программу OBS, где у нас, в принципе, уже идет вечный стрим. В настройках. И вот здесь «Вещание», вот сюда «Ключ потока». Мы с вами ставим этот ключ, который только что скопировали. Дальше. Не забываем вот здесь «Применить» и нажать «Ок». И после этого нажимаем «Запустить трансляцию» и начинается ваш вечный стрим. Он будет идти столько времени, сколько будет работать эта программа. То есть, да, должен быть включен компьютер в течение, там, 30 минут, часа, трех часов, вот сколько будет у вас идти ваш вечный стрим, столько и должна работать эта программа. Я все-таки дам вам такую рекомендацию не проводить сильно длинных вечных стримов, да, то есть, если вы используете это для бизнеса, то есть, например, как приглашение на какое-то мероприятие, то достаточно буквально там 30 минут, да, вот. На этом у меня все, все, что я хотела вам сказать по поводу того, как провести бесконечный вечный стрим и как это вообще, в принципе, работает на Ютубе. Если было видео полезно, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые интересные выпуски и смотрите другие видео, которые сейчас видите на экране. Не забывайте поделиться этим полезным роликом со друзьями. С вами была Юлия Измайлова, до встречи, пока.